Доброго времени суток, дамы и господа! Советская Республика продолжается, и как вы помните, деньги у нас теперь есть, и вроде всё замечательно, вроде более-менее всё работает, есть, конечно, какие-то там косяки, но в целом я, наверное, доволен тем, что мы сейчас имеем. И сегодня нам нужно с вами, я думаю, что просто уже необходимо, наконец-то начать что-то делать для нового города. Поехали! Давайте, наверное, классическую сейчас историю провернём, мы немножечко посмотрим, что у нас происходит и какие наши вообще дела, потому что не очень понятно, всё ли нормально работает. Но я вижу, что здесь ресурсов нету почти, и вообще нет электроэнергии, к сожалению. Ну, такое бывает, наверное, да, но это не очень хорошо, что такое бывает. Давайте обратим внимание на наши замечательные станции. Ну, здесь опять людей не хватает, как бы, связано с чем это может быть? Ты сколько привёз? Вот, смотрите, автобус привёз неполный комплект, ты сколько везёшь, и ты привёз неполный комплект. Ну, слушайте, я как-то говорил, по-моему, о том, что, наверное, планирую сделать вот этот вот райончик крайним, да, для того, чтобы уже здесь заканчивать, наверное, историю. Поэтому мы сейчас с вами сделаем просто-напросто следующее. Я построю здесь ещё один дом, конечно же, будем строить его за ресурсы, потому что, ну, я не вижу смысла делать сейчас за деньги. За деньги мы найдём, что с вами соорудить. Будем строить, наверное, вот такую же высотку, вот здесь она будет отличным завершением этого всего. Чуть-чуть подальше, чуть-чуть, как всегда, для того, чтобы провести тротуары, и погнали. Хорошо, что я посмотрел, что у меня доллары стоят, сейчас бы я денег потратил. Ну, ладно, вроде всё хорошо закончилось, это отлично. Здесь делаю по классике, чтобы не придумывать ничего нового. Мне нравится такой вариант развития событий, здесь единственное, что я, наверное, переборщил, но это мы исправим. Значит, сегодня мы будем с вами что-то там расчерчивать по поводу строительства нового города. Не знаю, приступим ли мы к нему, потому что, как вы понимаете, это всё достаточно трудоёмкий и время затратный процесс. Но я думаю, что мы должны смочь, хотя бы начать, как минимум, да, потом уже там посмотрим, не знаю, может, что-то даже и отстроится. Но в этом я, конечно, сильно сомневаюсь. Всё потому, что нам нужно продумать с вами какую-то логистическую сеть, наверное, да, потому что нам необходимо, мы просто обязаны сделать таким образом, чтобы мы всё-таки через канатную дорогу подавали людей на работу, да, как мы и планировали, я хочу именно так поступить. Всё, здесь мы вроде соглашаемся, строительство сейчас начнётся, ребята поедут, немножечко ресурсов потратим. Так вот, хочу сделать некую кольцевую, наверное, по городу здесь, из трамваев, может быть. Вообще, думал про троллейбусы ещё, была такая идея, но всё-таки, мне кажется, трамвайчики прикольно. То есть, где-то здесь будет остановка, да, у трамвая, которая, наверное, их будет 4, скорее всего, я так думаю, основные остановки, около которых мы будем строиться. Конечно, наверное, начинать мы будем от остановки вот от этой, потому что от неё уже пойдёт канатная дорога вот сюда, и люди смогут добраться, соответственно. Я понимаю, что это слишком мудрёный вариант, но мне просто хочется попробовать эти механики, и здесь пока не очень понятно, как я буду с химикатами поступать, потому что место чё-то закончилось. На самом деле, действительно, вышло обновление, и появился вот такой вот инструмент, выровнять ландшафт. Единственное, что мне сказали, что не дотягивается строительная контора у меня до всей этой истории, и, наверное, действительно это так. Что можно сделать здесь? Я думаю, может быть, нам перенести вот это вот всё чуть-чуть вот сюда, и сам город сдвинуть, соответственно, чуть-чуть в эту сторону, для того, чтобы было удобно. Мне кажется, идея отличная. Я, в принципе, уже запомнил, как я хочу всё это разместить с помощью конвейерных башен. Мы с вами подадим ресурс туда, куда надо. А здесь у нас будет отличное место для того, чтобы всё-таки химикаты произвести. Я думаю, что тема нормальная. Давайте сейчас попробуем всё это дело организовывать. Погодите, а мы уже начали строительство, что ли? Нет, мы не начали строительство. Это отлично. Можно убирать. Я не знаю, в который раз я это всё уже сношу, всё переношу, но я думаю, что когда-нибудь это закончится. Что мы можем сейчас сделать? Я думаю, что есть смысл здесь построить ближе строительную контору. Мне кажется, идея неплохая, и мы достаточно быстро должны с вами её организовать, потому что ресурсы присутствуют. Давайте погнали тогда. Строительная контора. Погоди, нет, зачем нам такая? У нас же есть в модах строительная контора. Я совсем про неё забыл. Чё-то... Так, ну-ка напомните-ка мне, как это всё отфильтровать. Сейчас мы попробуем её так, наверное, найти, да? Чё-то я не понял. А, показать всё, теперь понял, спокойно. И ищем. У неё был такой красный значок, если я не ошибаюсь. Да, вот она, действительно, это так. Я думаю, что где-то вот здесь будет нормально. Мы сейчас ей тоже зададим, где забирать ресурсы. Да, достаточно далеко ездить за электроникой, например. Но ничего страшного, разберутся. Мы здесь купим ещё пак каких-то машинок. А может быть, я здесь куплю только какие-нибудь экскаваторы, да, например. И трактора для того, чтобы мы могли, соответственно, с вами всё выровнять. Я надеюсь, что вот такого расстояния хватит. Ну, очень на это рассчитываю. Да должно хватить, в принципе, те конторы достаточно далеко. Всё будет нормально, погнали. Больше всего меня радует, что мы с углём разобрались. И теперь это никакая не проблема. Угля теперь как бы 22 тысячи тонн. Хотел сказать 20, но нет, к сожалению, только 2. Да и этого, в принципе, достаточно. Всё вроде работает. Единственное, что по людям сейчас разберёмся. Я думаю, что вот эти господа отправятся в том числе и на электростанцию. Я думаю, что будут себя хорошо там чувствовать. Мне кажется, что я могу немножечко побаловаться и вот здесь вот доработать дороги с помощью, конечно же, денег уже на этот раз. Так как здесь ездят автобусы, движение должно быть достаточно быстрым для того, чтобы они могли доставить, быстро уехать. Так как они едут по кругу, соответственно, с этой стороны дорогу тоже апгрейдить придётся. Но я думаю, что всё, больше здесь ничего особо делать не надо. Ребята разошлись вроде, чувствуют себя они отлично. Конечно, здесь очень много людей трудится. Должно трудиться, по крайней мере, сейчас, к сожалению, не трудится. Но вот видите, какая фигня. Вот столько привозят людей. Я думаю, что целый дом мы направим работать вот в эту вот часть, на эту остановочку. Ну, вообще, на центральную вот этот домик назначен. Очень странно, кстати, что вот так вот всё происходит. Они говорят, что спортом не могут заниматься, к сожалению. Мы, в принципе, можем исправить эту историю. Давайте попробуем. А нам что нужно с вами? Спортивная площадка, да? Да, спортивная площадка. Ну, большой сюда, наверное, вряд ли влезет. Да и средний, скорее всего, не поместится. Придётся делать маленький. Я думаю, просто сделаем их парочку. Сделал парочку. В общем, один я сделал, как бы, за деньги, к сожалению. Ну, ладно, ничего страшного. Не так уж много денег. Пускай строят. Нормально, он тут уже что-то привозит. Сейчас тротуар проложат, а там уже и до дома дойдёт дело. Наверное, нам надо здесь уже, как бы, определиться, что это финал, скорее всего, для этого города. Я пока ни в чём, конечно, не уверен. Возможно, что-то ещё понадобится, но мы прекрасно понимаем, что тут присутствует ещё место, да? Ого! Присутствует место, и я здесь сломал электричество, но я сейчас починю, которое мы, если что, сможем использовать. То есть, я думаю, что можно не париться по этому поводу. Особо прям много не надо здесь места, да? То есть, потому что, ну, я не знаю, что тут ещё строить можно. Вроде как, больше ничего не надо. Если мы и будем строиться, то, как я ранее говорил, вот в эту сторону, да, в этом направлении. Хотим здесь небоскрёб. Теперь есть вот этот замечательный инструмент по выравниванию. Давайте, кстати, его немножечко опробуем. Вот, например, ну вот где-то здесь, да, как это работает. Вот что-то выравнивается. Что выравнивается, куда, непонятно. Но выравнивается, да? То есть, это 100%. Мы видим, что это бесплатно. Мы видим, что это очень быстро. Это охренительно. Давайте просто включим сетку и попробуем понять. Вот, смотрите, вот здесь, вот, наверное, вам видно, на краю около воды есть рыжие квадратики. Вот, давайте попробуем сейчас здесь прожать. И до какого момента мы выравниваем? Что мы выравниваем, я понять не могу. Так, берег подходит всё ближе и ближе. И... И нихрена не понятно, в общем, если честно. Но вот так вот берег мы убираем. То есть, я вот отсюда иду, и вот этот берег немножечко сношу. Но у меня, если честно, это было в планах округлить, так сказать, вот этот полуостров. Потому что он мне в таком виде, какой он сейчас есть, не нужен. Мне нужно, чтобы он был поадекватнее. Но нам нужно сравняться таким образом, в общем, чтобы... Как вам сказать-то? Чтобы у нас нормально встали сюда набережные. Я не знаю, как это правильно сделать. Ну-ка, если я вот это вот включу, что у нас происходит? А вот это, наоборот, появляется почва. Но мне как бы это не надо. Выравнивать ландшафт. Вот это что делает? Блин, она выравнивать тоже создаёт. Ну, хорошо. Если я беру в модах, соответственно, вот такую вот штуку. Вот она сюда встаёт. Ну-ка, приблизим. Да, слушайте, она сюда теперь нормально встаёт. То есть, можно будет прям баловаться на эту тему. Я так понимаю, что вот это с фонарём. Есть вот такая сразу, да? Ну, вот видите, вот это проваливается. То есть, не совсем понятно, как это избежать. Но, возможно, стоит ещё что-то выровнять. Ну да, слушайте, она проваливается почему-то. Я не знаю. Я не могу высоту выбрать, да? То есть, блин, это очень грустно. Потому что, посмотрите, здесь можно сделать просто охренительную тему. По-хорошему. Как только это сделать, я не понимаю. Вот честно вам скажу. Вообще не понимаю, что нужно сделать. Я читал в моде в этом. Там вроде написано, выберите высоту и установите. Каким образом Q и E не работает? Я уже попробовал. Не знаю, в общем. Непонятно пока что. Ну да ладно, хорошо. С этим мы будем потом разбираться. Сейчас есть более важные дела. Ну, вроде как мы всё-таки не планируем здесь ничего строить. Дайте я пока что... У нас там продолжается стройка конторы и вот этого здания. Мы сюда просто зайдём вот таким вот образом. И посадим здесь сосны какие-нибудь. Ну, я не знаю, в каком-то количестве. Да, здесь немножечко облагородим лесом. Мне кажется, будет прикольно смотреться. Может быть, есть смысл разный попробовать? Ну, типа вот так вот бахнуть, чтобы лес был разнообразный, да? Вот эту часть я пока что оставлю. То есть, ну, я пока не очень понял, что я здесь хочу. Возможно, я здесь сделаю что-то ещё, если нам понадобится. Ну, будем смотреть там на то, как себя будут люди чувствовать. Давайте здесь пока тоже лес посадим. Он будет нормально смотреться около телестанции или что это? Радиостанция. Их тоже можно будет в скором времени заказать, потому что у нас уже ресурсы есть. Но всё-таки, если мы хотим с вами построить сейчас в первую очередь новый город, я хотел бы сделать на нём акцент и не распыляться в разные стороны. Какой-то новый бензовоз. Ну, классно, прикольно, замечательно. Чё у нас с дорогой, ребята? Трудитесь? Ну, трудятся, но очень медленно. Можно было бы сюда подвезти, конечно же, немножечко другую машинку, да? Не людей и что-нибудь сделать пошустрее. Но вот я вижу, что здесь мы выгружаем потихоньку гравий, я так понимаю. Ну да, по 25 тонн, прям хрена, чем он, видали, сколько накидал. Ну, нормальная тема. А сколько здесь гравия вообще надо? 47 тонн надо, и уже 50 лежит. Одна машинка возит 27. Ну, в принципе, не так и много машин, на самом деле, потребовалось для этого. Может быть, есть смысл докупить, наконец-то, полный парк всего, да? То есть, вроде я не видел потребности какой-то в тракторах и экскаваторах, и может быть, даже их, наоборот, слишком много. А вот, например, те же самые Нессели, вот эти, или как они там назывались у нас, да? А вот здесь полная коробочка. Ну, вот эти вот, Белав, Белав он назывался. Может быть, вот их стоит взять? И, наверное, каких-то бетонномешалок еще. Давайте так и поступим. У нас здесь будет побольше всего. Три автобуса, мне кажется, сверху. Давайте один автобус на всякий случай, да? Только вот этот уже возьмем. Погоди, это у нас Мита. Да, все правильно. И, соответственно, мы возьмем здесь с вами самосвал. Так, новых пока не появилось, да? Я так понимаю, три тонны. Это много тонн, то, что нам надо. Ну да, остальное все такое себе. Давайте два таких возьмем. Две бетономешалки, если вы не против. Ой, а новые бетономешалки. Ну, слушайте, вот это все равно 12 тонн возит. Вот это вот 9. Ну, она более скоростная, на 10 километров. Нет, я возьму, пожалуй, более вместительные. Это будет намного удобнее. Давайте, чтобы они не тупили, короче, вот это вот за доллары сделаем. Просто пускай они уже сюда возят ресурсы. Лучше здание быстро построить, чем сейчас будут дорогу 2 часа проводить. Но нам это точно не надо. Сейчас какое-то количество времени мы потратим на то, что здесь проверим, что происходит. Блин, здесь лес прикольно получится, мне кажется. Вообще будет отлично. Прямо то, что надо. Ну и когда мы здесь все-таки, может, с чем-то разберемся. Может, опять же, вы мне что-то подскажете. Мы сможем облагородить и сделать хотя бы одну набережную. Ну вот смотрите, например, да? Тут, наверное, нечего даже смотреть, потому что вот сюда я ничего не сделаю. Так, давай показать все, например. Что у нас там еще за инструменты есть? Ну вот возьмем вот этот. Видите, он проваливается в текстуру. То есть вот так делать, по мне, это немножечко бред. Ну, я могу, конечно, и так сделать, да? Как вы понимаете. Вот он подключается, люди здесь будут гулять. Блин, а здесь везде проваливается. Хрен его поймешь. Ну-ка, я еще раз проверю вот эту вот штуку. Не могу здесь делать? Ну да, здесь, видите, не могу. Вот здесь могу, а здесь уже нет. Ну, е-мое, ну как так-то? Обидно же, обидно. Чуть-чуть не хватило, получается, да? Там каких-то вот, не знаю, полкилометра. И было бы уже классно. Ну да ладно, вот эту дорогу мы достроим. Здесь мы сейчас, может быть, подрежем. Сейчас подумаем насчет города. Просто хочется все-таки сначала выровнять здесь, наверное. Разместить предприятие. И уже от этого плясать. То есть теперь, если я все-таки здесь сейчас нормально выровняю, я думаю, что мы вот так вот поведем. В принципе, мне сейчас никто не мешает этого сделать. Мне мешает рельеф. То есть у меня цель какая сейчас? Я хочу сделать контору, чтобы я мог выровнять прямо идеально почву. Здесь разместить здание прямо так, как мне надо. И уже от этого плясать. Может быть, тогда даже атомная станция влезет с этой стороны. И мне не придется тогда ничего возить. Мне подсказали, что все-таки возят грузовики, которые возят технику. То есть я так понял, что это бортовой грузовик. Да, то есть вот такого формата, который умеет технику себя грузить. Если я правильно понимаю. Но мне бы хотелось от этого отказаться. Возможно, лучше бы здесь себя чувствовали все-таки погрузчики, которые бы там работали в своей вот этой вот экосистеме, так ее назовем. Да, и все бы было хорошо. Потому что лишние машинки мне сейчас ни к чему. Конечно, бензин присутствует. И, кстати, насчет бензина. Давайте посмотрим, как у нас тут дела. Воу-воу-воу. Полегче. Полегче. Бензина слишком много. Битума куча. Здесь ни хрена не производится, соответственно. Поезд где-то что-то продает. Уже продал, потому что стало 3 миллиона. Нам срочно нужен вот этот вот путь. Если за бабки 72 тысячи рублей. Если здесь за бабки еще 90 тысяч рублей. Ну, короче, я думаю, что тут в полляма нужно будет потратиться примерно для того, чтобы этот путь сделать. Короче, я вам хочу сказать свою оценку вот этому всему по строительству железных дорог. Шляпа полная. То есть, это нереально. Здание мы огромное строим быстро. Железную дорогу прокладываем очень медленно. Ну, то есть, не нужно это. Надо как-то упростить этот вопрос. Я имею в виду с железной дорогой. По зданиям вот вообще никаких проблем. Я считаю, что так и надо оставлять. Не нужно ничего упрощать. А вот это вот, ну, как-то немножечко надо помочь. Потому что железные дороги, если их проводить, это такой путь, который рассчитан на какие-то дальние перевозки. А ты будешь сидеть и вот реального времени на это тратить огромное количество. Мне кажется, это неправильно. Просто вот вы вспомните, что мы строим с вами железную дорогу. С какой серии? И с этого момента мы уже построили вот это вот здание, как минимум. По-моему, что-то вот здесь. Вот это здание. Вот это сейчас построим. То есть, ну, как бы это не дело, я вам скажу. Так, это что я сделал такое? Подождите, нет. Это не так должно было выглядеть. Здесь за доллары. Я просто хочу здесь дороги тоже провести везде. Блин, провел я везде дороги. А можно как-то мне теперь, чтобы указать, что я хочу все-таки построить это за доллары? Походу, нельзя. Ну, нельзя, значит, строить из-за ресурсов. Я вам там еще тротуар за деньги купил. Поэтому вы найдете, где проехать. Я вот эти все хвосты доделаю. Ну, чтобы город уже как-то полноценно смотрелся. И здесь было все из асфальта. Чтобы у нас не возникало никаких вопросов по этому поводу, как бы. Ну, не хочу я здесь за ресурсы делать. Опять долго мучиться с этими вот перемычками. Я очень рассчитываю, что к тому моменту, когда я созрею делать еще одно прохождение, а я очень хочу созреть, разработчик все-таки поправит вот эту историю. И это станет все-таки удобнее, да, и, наверное, как-то интереснее, что ли. Потому что, ну, вот так это не дело совершенно. Да, круто, когда у тебя нету у дороги каких-то перекрестков, как вот только что была вот такая полукруглая дорога. Но вот здесь это нереально. Ну, вроде все дороги я улучшил, которые хотел. Ну, да, да, все нормально. Здесь что-то пошло. Слушайте, не знаю, в принципе, можно купить за ресурсы, ой, за деньги, вот эту строительную конторку. Но я вижу, что сюда уже что-то подъехало, да? Только люди. Ну, к сожалению, ну, половину уже сделали. Осталось немножечко досок. Совсем чуть-чуть стали. Это одна машинка все вместе привезет. И дел пойдет. Слушайте, а знаете, какой у меня вопрос возник? А мы строить-то вот там сможем с помощью вот этой строительной конторы? Ну-ка, подскажите-ка мне. А не сможем, походу, да? То есть у нее все-таки ограничения-то имеется, конечно же. И вот здесь, например, заканчивается. То есть нам нужно там две полноценные строительные конторы, что ли, вы хотите сказать? Слушайте, ну, не знаю, не знаю. Давайте мы, наверное, тогда еще одну закажем. Да, здесь тоже. Почему бы нет? Потому что, ну, иначе это будет нереально. Это будет вообще нереально, это будет неправильно, это будет некрасиво. Давайте мы так и поступим. Где-то здесь мы с вами тоже что-нибудь подровняем. И выведем какие-то заводики вот сюда вот от этой штуки с помощью насосов. Короче, подумаем, буду ли я возить сюда на самом деле на это предприятие по химикатам какие-нибудь ресурсы. Наверное, буду, потому что у меня ресурсов достаточно. Я построил за доллары. Да хрен ты с ним, на самом деле. Давайте уже не будем тормозить. Построил и построил. Че бубнить-то? Значит, поехали. Мы здесь покупаем с вами немножечко бульдозеров. Давайте, я не вижу, спасибо. Давайте штучки четыре бульдозера здесь возьмем. Давайте здесь возьмем штучки три экскаватора и попробуем, собственно, вот это все дело выровнять. Получится ли у нас сейчас? Я очень хотел бы верить, что получится. Да, действительно получается. Это отлично. Значит, нам понадобится сетка. Вот видите, да, здесь что творится? Это неправильно. Каким образом выравниваются? То есть, вот я начал с того места, где мне надо взять высоту, так сказать, да, и поехал. Ну, вот здесь вроде более-менее. Но все равно как-то странно. А, я делаю это за доллары. Вау. Я потратил только что около сотки. Красавчик. Слушайте, я, конечно, сильно извиняюсь, но какого хрена? А, у меня все бульдозеры уехали заправляться. Прикольно. Классно. Ну, вот как-то так. Так, а у нас как бы осень. И это грустно, потому что она нам будет мешать сейчас делать то, что мы задумали. Ладно. Хорошо. Я вас услышал. Если осень, значит, надо начинать. Потому что иначе это будет невозможно. Значит, поехали. Угольная шахта, точнее, урановая есть. Завод по очистке у нас должен быть где-то здесь. Здесь, в принципе, даже где-то тут мы цепляемся, конечно же, напрямую. Но, блин, это не тот вариант, который нам нужен. Мне кажется, что я хотел бы чуть пониже вот здесь вот стартануть. Людей туда довозить, возможно, буду просто на машине, да, например. На каком-то транспорте личном для шахты. И не буду париться по этому поводу. Ну, потому что я не знаю, как еще. Вот здесь я размещать не хочу. Мне надо максимально вот сюда, короче, чтобы вы понимали. То есть, мне нужно там слева оставить местечко. Ну-ка, дай-ка мне конвейерную башню. Вот она здесь у нас будет, да. Возможно, что-то я здесь поставлю за деньги просто-напросто, чтобы не париться. Короче, здесь с рельефом не получается. Ну, я не знаю, либо получается, можем подождать бульдозера. Мне в любом случае вот здесь вот эта вышечка пригодится, потому что уже от нее будем плясать. Но, а сейчас подъедут бульдозеры, и мы, соответственно, с вами вот это выровняем. У меня есть такое подозрение, в общем, что здесь надо еще одну построить заправочную станцию. Потому что как-то далековато, мягко говоря, им кататься. И это меня напрягает, да. То есть, вот где-то здесь, например. Почему бы и нет. Давайте так и поступим. Соответственно, мы ее сделаем, наверное, за доллары. Там она стоит-то копейки. И здесь, конечно, автозакупка нежелательна. Давайте мы откажемся от нее. Ну, а зачем мне тратить на это лишнее бабло? Я сейчас возьму себе машинку, которая будет бензин-то возить. Я, как всегда, делаю крутые вещи. Я подвинул ее так, что электричество не дотягивается. Ну, это просто капец. Ну, вы прикалываетесь, что ли? Ну, а где дотягивается-то? Вот здесь дотягивается. Ну, давай, дотянись. Ну, придется отдельную, значит, делать. Ну, и хрен с тобой. Я тебе сделаю тогда. Давай за доллары сразу врубим. Вот здесь тогда получается. Здесь мы подводим вот так как-то, да. Ну, и здесь нам нужно сейчас отсоединить и, соответственно, подключиться обратно. Серьезное движение, я вам скажу, что у нас вообще происходит. Смотрите, что. Да, вот такая вот фигня. Но благо, автобусы хоть обгонять умеют. Но как-то при этом они проходят насквозь, но не обгоняют, пока не проедут эти. Ну, странная история. Ну, да ладно, в принципе, пофигу. Слушайте, дом в процессе. Я думаю, что очень скоро он уже достроится. Сейчас очень много грузовиков с панелями поедет. Ну, вот я здесь два увидел. Уверен, что есть еще на самом деле. Ну, короче, все хорошо в этом плане. Да и вроде строительная контора появилась, да. То есть сейчас у нас сюда подвезли уже топливо. Буду ли я брать еще вот эти вот машинки? Я пока не знаю. Короче, ладно, давайте мы сейчас все-таки попробуем что-то наконец-то выровнять, потому что время идет. Возможно, я чего-то не понимаю. Я еще бульдозеров докупил, но не становится белого цвета вот эта вот штука. То есть сетка не становится полностью белого. Означает ли это, что здесь не выровнять ни хрена? Ну-ка. Выровнять ландшафт. Ну и что? Вот он здесь выравнивается, да? Или как? Так, я не очень понимаю, если честно. Но вроде да, вот становится белого, при этом здесь не белого как бы. А зачем ты здесь не белого становишься? Я не понимаю. Вроде такого быть не должно. То есть вот я смотрю, здесь белый, вот я пошел делать сюда. Так, и здесь он становится рыжего цвета. То есть он говорит, что есть какой-то все-таки, какой-то бугор непонятный, откуда-то здесь взявшийся. Слушайте, ну все равно, мне как ни крути, терраформинг в этой игре не нравится совершенно. О, я вижу, что новый самолетик доступен. Классно. Классно, здорово, но что-то тут у нас какая-то дичь. Короче, не знаю. Я, может быть, что-то просто опять же не понимаю. Хрен ты с ним. Я вам скажу так. Мне максимально не нравится здесь изменение ландшафта, даже с этим обновлением. Возможно, я не так просто долго играю, еще даже с первым не разобрался вариантом. А уж что говорить про второй, который только что вышел, вообще нихрена не поймешь. Все, давайте начинать, давайте стартовать. Значит, мы с вами вот этот плацдарм как бы выбрали, на нем будем уже плясать. В принципе, цель будет такая же у нас, сделать то, что мы уже сделали, только еще раз. Все как мы любим. Значит, здесь у нас вход будет для людей, да. Немножко неудобно получается в плане того, что расположение конвейера. Но это меня не очень беспокоит. Я найду, как подвезти людей, да. То есть, смотрите, соответственно, мы действуем таким вот образом. Здесь выравниваем, опять же. Вот здесь сейчас выравнивается и становится белое. Не знаю, не знаю, в чем проблема. Да, ну вот, допустим, сюда. Только знаете, какой у меня вопрос? А я дорогу-то здесь смогу провести теперь? Да, могу, в принципе. Ну, хорошо, не здесь, так вот где-то здесь, да, наверное. Или что? Ну, вообще, должен смочь. Вот как-то так. Но мне это не очень нравится в любом случае. Почему-то только наискосок могу проводить. Очень странная история. Но, наверное, потому что здесь какой-то гребаный бугор. Короче, ладно, дорогу я здесь проведу как-никак, да. То есть, она где-то здесь вроде проходит. Вот, например, тут. Я сейчас проведу ее таким образом, чтобы она просто была проведена, пожалуйста, да. Давайте сразу делать асфальт. Почему буду делать асфальт? Потому что по нему даже жители ходят быстрее, потому что там есть тротуары хорошие. То есть, соответственно, каким-то таким образом мы подключились. Наверное, где-то здесь остановка будет. Ну, либо не остановка, а вот эта хрень для канатной дороги. Я надеюсь, что получится ее здесь построить. Не знаю, посмотрим. Короче, далее. Далее нам нужен следующий заводец. Я десятки раз буду перестраивать, походу, эту всю штуку. Боюсь я промазать, но надо не бояться, надо просто делать. Значит, дальше у нас идет здесь вот эта вот история. И, соответственно, здесь идет еще вот эта история. Да, еще раз смотрю. Да, все правильно. Значит, здесь отсюда, вот сюда, можно было бы, наверное, вот так вот немножко сместиться вниз. Ничего страшного. Главное, чтобы дорога там проходила. Наверное, не надо кучковаться, как мне сказано было в комментариях. Действительно, это так. Но мне нужно здесь, чтобы это все заработало нормально. То есть, соответственно, вот здесь, смотрите, здесь нам все-таки надо будет делать перекрестие. То есть, мы сделаем вот эту вот штуку сюда. Я так планирую, по крайней мере, пока что. Она будет у нас, ну вот, например... Да тут не надо делать такое большое расстояние. Вот сюда просто, да, по факту. Ну, здесь где-то будут погрузчики подключаться. Дальше у нас пойдет, соответственно, вот эта вот история. Она будет у нас, ну вот, где-то тут. Да, надеюсь, что нормальная тема. Хотя можно прям вот так вот сделать. Блин, ну это очень, очень жестко. Это очень плотно. Я надеюсь, что люди дойдут. Слушайте, а есть еще вот здесь вот подход, да, для людей. Ой, хрень полная, конечно. Как сюда подъезжать? Я надеюсь, протянется ли здесь дорога, тоже куча вопросов. И так мало ответов. Я пока ничего не понимаю, но... Надо, чтобы понять, просто построить что-то, да, и тогда станет ясно, как это все выглядит. Но я думаю, что вот здесь будет ничего так себе смотреться. Погнали. Ну и самый главный вопрос. Что делать вот с этой вот штукой? С этой штукой все просто. Ее надо строить, как вы понимаете. А здесь препятствует по инфраструктуре что-то, да? Это плохо, что когда-то что-то препятствует. Ну вот, например, вот так мы можем ее поставить, да? И вы понимаете, что в целом это будет смотреться неплохо. По ресурсам 800 тонн стали, чтобы вы понимали, самый, наверное, такой ресурс для нас важный. Вот, и, соответственно, здесь мы с вами получим огромное количество энергии. Мне кажется, что вот так нормально. То есть план у меня какой? Сверху подключить склад, туда, соответственно, привозить химикаты, которые будут распределяться на два здания сразу, где это необходимо. Я думаю, что идея хорошая. Давайте здесь тогда выравниваем тоже территорию. Не знаю, нахрена я что здесь выравнивал, если честно. Но в итоге пришлось выравнивать снова. Ну и где-то здесь склад нам нужно организовать, получается. А почему именно вот где-то здесь? Да потому что мне еще дорогу же надо будет провести в любом случае, чтобы к складу подъехать. Я думаю, что вот тут он будет себя нормально чувствовать. Я так и не скачал никаких модов, которые помогают проводить тротуары через эти штуки. Возможно, это моя большая ошибка, потому что... Да и вообще, на самом деле, разработчик сам этим должен был заняться, мне кажется. Вот, как-то вот так, да? Это все вот здесь будет, соответственно. Здесь какая-то дорога у нас пойдет для того, чтобы мы могли передвигаться. Да, то есть пойдет она, например... Нет, не так, потому что это дорога с фонарями. Мне она не нужна. Пойдет она вот здесь. И здесь мы просто вот так вот замечательным образом соединимся. Возможно, где-то вот здесь будем появляться для строительного депо. Здесь, соответственно, дорога есть. А теперь нужно будет понять, что делать с этой станцией канатной дороги. Я без понятия вообще. Давайте просто посмотрим, как она выглядит и с чем это едят. Пройдет ли у нас канат вот здесь над этими соединениями. Малая станция, большая станция. Ну, большая станция, она как бы большая, да? То есть, что достаточно было логично изначально. И, наверное, есть самое место где-то здесь. Я не знаю. Я не знаю реально, потому что я не понимаю, насколько мы проходим все-таки в итоге канатом. Можно ли как-то делать это все в обход. Но если я не сделаю тут, да, где-то, грубо говоря, то я не сделаю нигде по-хорошему. И другого варианта просто нет. Нет, ну давайте, хорошо, давайте протестируем и попробуем положить эту штуку вот сюда. Блин, что-то вроде выровнялось и такая вот фигня. Ну давай, пожалуйста, не делай голову. Как эта хрень работает, я без понятия. Легкая опора, тяжелая опора. Ну вот у нас опора, например, да? Ну и что? А вот здесь я вижу, что что-то вроде соединяется, да? Мешает инфраструктура. Ты хочешь сказать, что ты даже через дорогу соединяться не будешь? Ну-ка подожди. Блин, да ну что за бред? Ну что это такое? Это такая-то чушь просто получается. А, нет, все, спокойно. Я не должен нервничать, я должен собраться. Нужно просто поднимать это как трубы. Вот оно что. Вот оно что, ну-ка. А вот так? Слушайте, а вот здесь все равно не подсоединиться, да? То есть хрена ты тут подсоединишься. Как можно еще сделать? Вот сюда не получается? То есть идти в обход где-то вот здесь, например, да? Но вот здесь тоже не хочет. Блин, а вот это уже проблема. То есть получается, что с тем, что я здесь наворотил, у нас это осуществить не получится. Хорошо, давайте попробуем по-другому. Вот у меня вот эта вот штука идет вот здесь, да? Например, я провожу ей какую-то дорогу там, вроде как-то она соединяется, да? Или это глупая идея. Но я к тому, что если я поставлю вот сюда, например, башню, и вот сюда, да? Видите, они соединяются между собой. То есть, соответственно, здесь она должна тоже соединиться. Я видел, не в риме. Отлично. Вот она соединилась. То есть вот эту штуку мне надо располагать по-другому. То знаете, в чем прикол, походу? В том, что вот эта вот опора, она должна быть под определенным углом к предыдущей, чтобы это все нахрен заработало, чертова возьми. В принципе, как-то так я, наверное, это охарактеризую. Ну, хорошо, допустим, я делаю еще одну здесь, я делаю большую станцию вот тут. И почему мы не соединяемся? Почему красным горит? Вот, горит зеленым. Да, то есть можно поближе и уже красным. Ну, хорошо, давайте мы тогда не будем делать очень близко, нам это ни к чему. Вот у нас вот так это будет идти. Да, мы можем соединиться. И, соответственно, да, что ж ты будешь делать-то гребанное выравнивание земли? Соответственно, построится. Есть одно подозрение такое нехорошее, что здесь дорога не пройдет. Нет, дорога здесь проходит, а дорога здесь нужна для того, чтобы эту хрень построить. Слушайте, вы угораете, смотрите, он не дает мне нормально проводить под этой хренью дороги. Блин, ну это полная чушь, какой тогда нахрен смысл в канатной дороге, под которой ты не можешь провести просто обычную асфальтную дорогу? Я не знаю, мне почему-то кажется, что они просто не дойдут до работы. Вот в чем проблема, на самом деле. Проблема достаточно большая, да, то есть, не знаю. Блин, а где здесь у меня есть еще что-то? Ну-ка, по дороге я имею в виду, вот здесь у меня что-то, да? Ну, допустим, хорошо, представим ситуацию, что здесь дорога. Ну, вот смотрите, вот такое расстояние. Да нет, вообще должны, должны, думаю, что дойдут. Ладно, будем надеяться на лучшее, если что, будем исправлять, как мы любим. Сейчас денежка уже есть, и это не так будет накладно для нас. Попробую сейчас что-то здесь наворотить, как всегда, каких-то макарон. И надеюсь, что это будет работать. Слушайте, ну хотя бы тротуар я могу провести под канатной дорогой. Это меня уже радует, но вот то, что меня не радует, это то, что здесь я не могу тротуар никуда в другое место подвезти, а мне бы надо. Ну, я вроде изловчился, короче, все нормально. Вот провел какой-то тротуар, но единственное, что надо его подтвердить, конечно же, потому что иначе не построят. Вот, отлично. Ну вот это, наверное, за бабки, скорее всего, а тут уже вариантов немного. Ну, а здесь у нас достаточно пустая плата для того, чтобы все-таки не выпендриваться. Тут нужно подумать, каким образом действовать дальше. То есть, смотрите, мы должны с вами здесь делать остановку. Как я понимаю, здесь нет трамвайной остановки, есть железнодорожная платформа и малая железнодорожная платформа, именно которой я собираюсь пользоваться. То есть, выглядит она вот таким вот замечательным образом. Мы понимаем, что от этого производства нужно не очень-то близко и находиться, да, потому что иначе мы с вами отхватим нехилых таких загрязнений. И я думаю, что вот эта остановка должна быть неким ориентиром края, да. То есть, ну-ка, ну я не знаю. Я не знаю просто, какое расстояние реально здесь работает. Ну, давайте, например, попробуем вот здесь, да, пока что у нас все опять же в проекте. То есть, план у меня какой? Здесь мы, соответственно, должны проложить с вами две дороги. Одна будет вот такая, как вы понимаете. Ну-ка, ну, примерно так, да. Вторая будет вот такая, как бы это ни странно выглядело, да. Да нет, нормально выглядит, я просто не представляю, как по-другому можно еще более адекватно это сделать. Замечательно. Соответственно, дальше мне нужна станция канатной дороги, еще одна, которая будет ловить всех господ, которые приедут с работы, ну, или наоборот, отвозить ребят, которые поедут на работу. То есть, будет четыре остановки, как я и говорил. Трамвайчики будут кататься, мы подключим это к депо железнодорожной техники. Я думаю, что мы новое построим и не будем париться, вести трамвайчики оттуда. Конечно, можно запариться, где-то здесь рельсы, наверное, есть, да. Ну, это слишком будет проблемно, я не хочу заниматься этой фигней. Мне нравится именно такой вариант. Ну, вот здесь дорогу мы продлим, возможно, просто за деньги какую-то ее часть уже подключим к проекту. По крайней мере, такой план, в общем, не обессудьте. Давайте, значит, смотреть. Еще одна большая станция появляется вот здесь. Ну, кто догадался сделать вот так вот вход, или почему не сделать их несколько? Ну, типа, смотри, логично, вот у тебя канатная дорога пристраивается сюда. Соответственно, у тебя выход для канатов должен быть сзади, дядя, в чем проблема? Короче, ладно, будем пробовать вот так, получается. Ну, вот они приехали на трамвае, да, и пошли сюда. То есть, вот такой вот расклад здесь выходит. Рельсы, соответственно, тоже за деньги, никаких нахрен строителей за ресурсы, это полная чушь. И мы должны теперь здесь с вами согласиться на постройку, влаго здесь все ровно у нас. И получается, получается, здесь соединиться вот этим вот замечательным тротуаром. Все, теперь дело за малым. Понять, насколько у нас сюда идет действительно дорога канатная, да. Ну, то, что она сюда идет, в принципе, сомнений не вызывает. Только единственное сомнение у меня есть по поводу того, насколько далеко надо располагать вот эти вот вышки. И требуют ли они электричества. Ну, вот смотрите, вот я веду ее прямо, и вот у нее финал. То есть, мне бы чуть-чуть ее под углом расположить, под максимально возможным, так сказать, да. Видите, угол соединения слишком острый. Так, а мне надо прийти вот сюда, да. Ну, я думаю, что мы придем сюда. Но это эксперимент. Я без понятия, как это нахрен работает, как это должно работать. Но вот уже здесь это не подключается, потому что слишком острый угол, насколько я понимаю. Ну, вот смотри, давай тогда попробуем с тобой вот сюда ее вывести, да. Нам нужно, чтобы здесь не было острого угла. Ну, что ж ты будешь делать-то? Давай, я же видел, что ты можешь. Короче, у меня что-то получилось. Вот такая вот фигня. Она едет вот сюда, вот сюда, и вот сюда людей высаживает, да. Ну, по-моему, прикольно получилось. Не знаю, посмотрим, как это будет работать и будет ли вообще работать. Скорее всего, здесь тоже нужно будет электричество и все такое. Значит, соответственно, насколько большой нужен этот город, надо было посмотреть изначально. Давайте просто прикинем на секундочку. То есть, здесь надо нам будет, а мы будем возить машинами людей, да. Где тут написано-то? 100, 160, я говорю сумму. 100, 240, 290. И мы с вами сделали вот такую вот. Это еще 80 человек. Ну, то есть, грубо говоря, на самом деле, большой город-то здесь не нужен. Но просто не забывать надо про то, что здесь также будут еще здания, обеспечивающие город едой, мясом, электроникой, одеждой, детские сады и школы и все, что к этому прилагается. Соответственно, там тоже нужны будут работники. Хорошо, с этим вроде понятно. Давайте сейчас разберемся с железной дорогой хотя бы, потому что пока вообще я не понимаю нихрена. У нас должна быть электрифицированная железная дорога, насколько я понимаю. И мало того, нам нужно еще, получается, здесь силовую станцию построить, да. Я же правильно понимаю, как это работает. Это на самом деле охренеть можно, просто охренеть, потому что это, прикиньте, сколько всего мне еще нужно приделать. Я не знаю, может быть, я с ума сошел, конечно, но я хочу просто трамваи, вопрос больше принципа, если честно. Поэтому я чуть-чуть побольше сделаю этот город, чем надо было бы. И мы, соответственно, уже как ориентир будем брать вот эту железную дорогу и, соответственно, от нее плясать. То есть, буду ли я где-то здесь еще делать остановку? Знаете, может быть, надо три остановки сделать. Как вам такая идея? То есть, я сделаю остановку вот здесь, да, и одну вот тут. Мне кажется, нормальная тема. Давайте пробовать. Давайте пробовать. Соответственно, здесь можно немножечко побрить. Если честно, я пока что даже не понял, почему я делаю две линии, зачем, не знаю. Но почему не сделать просто обычную трамвайную остановку? Хорошо, с этими рельсами, окей, пофигу, но типа в чем проблема? Наверное, есть в модах, конечно же, я понимаю, но извините, ребята. Вы уж извините, как говорится, здесь не до модов мне, если честно, сейчас. Я хочу успеть сделать по максимуму в этой серии, пока что я, по-моему, не успеваю ничего. Ну, давайте снимем вот сетки вот с этой. Ну, вот как-то так у меня получилось. Не знаю, по-моему, нормальная тема. Ну, далеко, чтобы не ходить. Раз, сюда подъехал, и красавчик поехал на канатной дороге в горы, как бы, да, грубо говоря. Ну, как-то так это должно работать, по крайней мере, в проекте. Не знаю, как будет на самом деле. Теперь нам, в принципе, стоит с вами, наверное, немножечко расчертиться здесь дорогами, потому что, ну, по-другому никак. У нас будут дороги вокруг. Где-то, конечно, будет перекресток, да, то есть я имею в виду какого-то такого формата. Я не знаю пока зачем, но, тем не менее, если нам автобусы здесь не нужны, если у нас весь город будет запитан на трамваях, то, в принципе, тема прикольная. Не знаю, может быть, я неправильно сделал, что сделал именно так. Ну, хотя, смотрите, вот, например, здесь жилой кусочек домов, здесь жилой кусочек домов, здесь между ними что-то развлекательно-вспомогательное. Школы, сады, магазины. Эти и эти могут дойти. Но также эти и эти могут сесть на трамвайчик, прокатиться и поехать туда. Мне кажется, отлично. Тут, наверное, знаете, какой самый главный вопрос? А сколько мы строить это будем по времени? 10 серий еще или, может быть, чуть поменьше? Я вообще без понятия, если честно. Но нам надо сейчас будет закупить еще технику, но, может быть, уже не сейчас, а мы сейчас все-таки доделаем проект, а потом уже посмотрим. Не знаю, не знаю. Пока что не очень понятно, как это вообще все должно работать. Здесь еще надо какие-то изгибы делать, да, то есть какие-то такого формата, как их нахрен сделать, непонятно. Но можно начать просто отсюда и станет понятно. Хотя, в принципе, хороший вопрос. Нахрена вот эта внешняя дорога? Ну, если что, или здесь что-то строить, да? Но об этом можно пока не думать. Не хватит ли нам того, что будет внутри, да? Мне кажется, хватит. Ну уж, извините, не супер я строитель, как бы, да? Никто и не говорил, что получится супер отлично. Но, по-моему, нормально. Для меня, как бы, для начала прям самое то. И моя любимая зима. Классика, классика. Что тут сказать? Тут ничего не добавишь. Это уже вошло в привычку просто, что зима приходит неожиданно. Да нет, конечно, мы ее ждали. Это понятно, в принципе, видно было по календарю, что это уже рядом. Ну, в общем, короче, какой-то такой раскладец здесь получается, да? Вот они подъехали. Здесь начинают строить. Внутрь попали, когда достроили дорогу. Это мы за деньги потом прикупим. Ну, это я имею в виду, конечно же, рельсы. Потому что я сами станции делать за бабки не хочу. Если здание, то, скорее всего, и за деньги только вот эти вот штуки, которые здесь мы натыкали. Потому что сюда каждый подводить дорогу, я смысла никакого не вижу. Но электричество единственное, что понадобится. Это мы, в принципе, понимаем. Ну что, давайте немножечко хотя бы разместим дома. Потому что нужно понять, что и где будет находиться. И, как я и говорил, я хотел здесь сделать все-таки такой рабочий городок. Да, у нас тут будут вот эти вот хрущевки. Вот в таком вот виде. Ужасные и страшные. Но прикольно, мне кажется, будет аутентично смотреться замечательно. Значит, соответственно, как я и говорил, будем делать несколько мини-кварталов. Давайте мы сделаем вот так. Нужна ли здесь дорога по центру какая-то? Может быть, кстати, одну бы я проложил. Так, уберите, пожалуйста, надпись. Она мне немножечко мешает, если честно. Так, соответственно, здесь нам нужно выйти будет к остановке и не тупить. То есть примерно вот так. И нужно подумать еще про то, что здесь где-то появится у нас, конечно же, штукенция для электричества. Давайте, наверное, еще одну дорогу здесь тогда бахнем, да? Ну, как еще одну? Просто дорогу. Вот так. Ну-ка, подожди. Ну да, вот так. И получается вот так. Я думаю, что нормально здесь будет. Ну, какое-то хоть, да, разделение может быть на микрорайончике. Не знаю, есть ли в этом смысл. Но, по крайней мере, кто-то курсировать сможет. Значит, если мы вот в эти дома помещаем с вами сколько людей... Я сколько насчитал-то? Я уже забыл. Кстати, а я еще шахту не посмотрел. Или посмотрел? Нет, посмотрел. Все нормально. Но я еще не посмотрел завод химикатов. Вот в чем проблема. И, кстати, вот сейчас зимой, мне кажется, лучше видно про рельеф, да? Вот это вот единственный плюс зимы, по-моему, из всех возможных. Ну-ка, подожди. Давай, смотрим. А, ну снег-то исчезает, и мы ни хрена не видим. Ну, короче, здесь вот этот бугор, походу, его не убрать. Я не знаю. Нет, он убирается, но все равно очень медленно. Не понял я, в чем преимущество этого инструмента, если честно. Мне что, нужно целую вот эту вот хрень экскаваторов купить, чтобы они очень шустро делали все. Ну, в общем, мне вот здесь бы по максималке выровняться. Нет, смотрите, вот эту горку они выравнивают. Я прям вижу, как она исчезает. Ну, может быть, и здесь что-то должно произойти еще. Не знаю. Ну, более-менее равномерного цвета становится. Надеюсь, что все будет хорошо. Мы здесь из бака подключимся с вами насосом туда, куда нам надо. И, соответственно, я думаю, что химикаты здесь начнем производить. Но вообще было бы идеально, чтобы к этим химикатам рабочие шли вот отсюда. Да? Понимаете, о чем я? Да, я думаю, что понимаете. Отлично. Значит, здесь у нас уже есть пару домов. Конечно, мы все не успеем с вами расчертить, как вы понимаете. Я думаю, уже догадались. А по классике. По классике здесь у нас будет с вами гимнастический зал один, как минимум. И ближе к центру я поставлю какие-то магазины. Может быть, где-то вот здесь, кстати, я бы их организовал. Давайте подумаем насчет этого. Значит, у нас оборудование для граждан, кинотеатр, малый торговый центр. Или торговый центр. Слушайте, мне кажется, просто торговый центр. Да? Скорее всего, это так должно выглядеть. Причем, кстати, наверное, те, кто даже не достанут, они могут проехать... Что это произошло? Они могут проехать, соответственно, на трамвайчике. Я не понял, что произошло. Вроде я проверил, рубли выключены, все нормально. Я уж испугался. Нет, все отлично в этом плане. Пускай катаются в дальнейшем, да? Почему бы нет? Нет, здесь мы будем с вами тоже тротуар прокладывать. Здесь нам нужно будет, получается, сделать мой любимый полукруг и там где-то подцепиться. Гребаный этот снег, конечно, я его ноздри вертел, вот честно. Ладно, давайте дальше. Значит, оборудование для граждан. Кинотеатр нам понадобится. Вот он у вас здесь может быть прямо около торгового центра. Только, сволочь такая, он сюда не помещается почему-то. Ну, вот сюда зато помещается, да, получается? Получается, что так, отлично. Кинотеатр присутствует со спортом. Ну, более-менее там одну площадку построили. Ну, не площадку, а гимнастический зал. Тоже пойдет. Здесь тротуар. Сюда вы подойдете. Если надо выйти, соответственно, с трамвая и прийти в кинотеатр, либо в торговый центр, то будьте здрасте, здесь у вас проход имеется. Мне кажется, знаете, что город близко получился? Не знаю. По загрязнению. Ну, будет загрязнение их аренды с ними, ничего страшного, переживут. Значит, остается важный вопрос. Школа, да, где-то здесь, мне кажется, и детский садик, само собой. Значит, идем в моды. Конечно же, детский садик мы будем брать с вами вот отсюда. И будем брать его вот такой, потому что это самый, получается, такой хороший вариант, на самом деле. Не знаю, я лучше пока что не нашел. Делать ли здесь два таких садика сразу, чтобы не париться? Я думаю, что однозначно да. И мы просто про этот вопрос забудем. Там куча народу вмещается в виде детей. И, соответственно, будут они себя там нормально чувствовать. И дойти они смогут с любой стороны этого маленького города. Блин, я надеюсь, школа-то сюда влезает. Да, скажи, что влезаешь, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ну, чуть-чуть, еще миллиметры. Наверх, смотрим. Да, она сюда прям влезает. Вот, тютелька в тютельку. Чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево. Расстрел. Ну, значит, вот здесь у нас будет школа. Все, школа не очень большая, не очень вместительная, но все равно. Блин, кажется, что неплохо получается. Более-менее. Я думал, что будет хуже. Но вот прям на ваших глазах я придумал. Я не планировал вот так это делать. Я думал, что примерно будет какая-то кольцевая. Но вроде неплохо смотрится. Посмотрим, как это будет работать. Еще вопрос, на самом деле. Потому что, как вы понимаете, все может пойти не так. Ну, что тут еще сейчас надо на данном этапе? Конечно, нужны еще жилые дома. И, наверное, Ленин тут тоже должен быть обязательно, как вы понимаете. А может быть, звезда. Посмотрим попозже на это. Сейчас нам нужно еще несколько жилых домов приделать. Делать ли здесь какие-то большие дома? Нет. Мы будем все-таки здесь делать, исходя из того, что мы собирались. Мы будем использовать вот эти вот хрущевки. Значит, что у нас еще есть? Есть вот такая вот штукенция. Такая. Вот эту мы построили, да? Нет, это мы построили другую, кстати. Мы построили другую. Будем ли мы строить такую? Ну, наверное, будем. Давайте тогда поставим. Блин, нет. Я хочу принципиально здесь разместить. Потому что я хочу, чтобы они на трамвае ездили. То есть, это основная цель как бы этого всего. Так, ну-ка, погоди. А вот такую, если? Во, давай вот эту. Вот это нравится. Ну-ка, погоди. Значит, мы сейчас тебя вот сюда, получается, приделываем. Твоего собрата, только, наверное, другого размера, да? Ну, вот это маленький какой-то. 63 работника, ни о чем. Еще 150 микрочеликов. Давайте вы будете у нас, получается, вот здесь, да? Мне просто надо сделать так, чтобы у меня этот тротуар еще прошел, потому что иначе будет неудобно им ходить, как вы понимаете, вот сюда. А ходить им сюда придется. Я на самом деле не считал даже, сколько людей помещается. Но я думаю, что нормально будет пока что. Ну, знаете что? Давайте честно. Мы как бы, если что, доделаем. Ну, доделывали же в других местах, как бы, ну, вот в нашем основном городе. И нормально все стало у нас. Не будем париться. Сейчас у нас, как бы, есть с вами подушка изначальная, которая нам помогает немножечко развлекаться, да? Блин, я такой здесь построил, да? Я что-то запутался немного, если честно. Да, походу такой. Ну, да ладно. Давайте я еще один такой вот здесь сделаю, да, рядышком. Мне кажется, нормальная тема. Я уж тротуар провел заранее, чтобы здесь все было. Давай, вот так вот соединять я буду уже сам тротуарами. А делать ли что-то вот здесь? Да, наверное, я сделаю еще один маленький гимнастический зал. Ну, может быть, средний, если поместится. Давай посмотрим. Так, можно мне, пожалуйста, что-нибудь по поводу фильтра, если вас не затруднит. Спасибо. Вот такой вот. Нет, такой вот это большой. Это совсем маленький. Это совсем огромный. Слушайте, ну, средний, походу. Да нет, в принципе, помещается. Прямо впритык, правда. Но, ну, а что нам стесняться-то? Давайте вот здесь его сделаем. Я сейчас вот так вот его подвину по вот этой линии. И здесь мы, получается, с вами тогда провернем еще один тротуарчик. Вот прям вот сюда насквозь. Здесь подсоединимся. Блин, а здесь не подсоединимся. Это грустно. Ну, значит, с этой стороны дойдут. Ничего страшного. Ну, не придумаю я здесь сейчас ничего. Там не получается. Я проверил. Оставляем так. Значит, здесь. Тут выход. Тут, пожалуйста, тоже. Здесь, соответственно, если хотите на трамвайчике покататься, идете вот сюда. Надо будет продумать, как сюда трамвай запустить еще откуда-нибудь. Ну, придумаем. Короче. Вот здесь вот место остается. Надо его, знаете, чем занять? Конечно же, с жилым домом еще одним. Мы точно знаем, что людей много не бывает. О, ни хрена себе. Вот такого у нас нет. Ну, пожалуйста. Ну, тут миллиметра не хватает, да? Блин, прикиньте, миллиметра не хватает. Он бы сюда встал. Это очень жалко, кстати. Вот видите? Вот красное справа, красное слева. Не хочу тротуар удалять. Поэтому будем думать что-то другое. Поставил две очень маленькие панельки. Просто даже потому, что они здесь будут смотреться прикольно. И мы таких еще не делали. Поэтому думаю, что это хорошая идея. Значит, проверяем. Магазин, кинотеатр, школа, детские сады, развлечения в виде спорта. И мы забыли бар поставить еще. Мне кажется, это такая, наверное, последняя штукенция, которой здесь не хватает. Так, оборудование для граждан. Давай еще раз посмотрим, да? И вообще проверим, все ли я сделал. Нирмагастроном, все там объединено. Кинотеатр, понятно. Нет, не надо. Давай тогда нам бар, конечно же. Ну, бар вот здесь помещается, да? Отличным образом. Слушайте, он такой маленький. Может быть, куда-то его приделать, чтобы не тратить столько места для него. Но он должен быть где-то здесь. Потому что до него надо еще доходить с автобуса. Точнее, с трамвая. Как мы помним. Трамваи будем попозже выбирать. Я уж думаю, когда это все там достроится. Я не знаю. Пока будем придумывать, чем заниматься в следующих сериях, пока это делается. Надо думать уже про туризм. Обязательно делать его. Потому что я хочу посмотреть, как это все будет выглядеть. Я не совсем понял, как довозятся люди. Если мне хочется, конечно, людей довозить через аэродром. То есть, может быть, корабликами попробовать, да? И аэродром. Такие два варианта выбрать. То есть, если мы все-таки выберем для туризма. Ну, я на самом деле уже выбрал вот эту вот сторону. То где-то здесь можно сделать порт, да? С какими-то корабликами, которые будут людей привозить. Соответственно, где-то рядом можно также сделать аэропорт. Людей привозить на самолетах. Вроде выглядит неплохо. По задумке не знаю, как будет на самом деле. Давайте вот этот вот дом тоже назначим сейчас вот сюда прямо. Чтобы они все похреначили туда. Идут. Вон, толпа пошла. Видно вам? Вот она. Показываю. Вот она, толпа бежит. Все из этого дома. Все 500 человек, надеюсь. Пошли на остановку. Значит, чтобы у нас электричество никогда не заканчивалось. Кстати, кстати, кстати. В здании слишком низкая температура. Нахрена там такая температура? Объясните мне, пожалуйста. Я что-то не понял. Здесь работает на 161%. То есть, в принципе, не жестко. Людей достаточно. Людей достаточно. В чем может быть тогда проблема? Объясните мне, пожалуйста. Не понимаю. Не понимаю. Ну вот вроде растет. Или мне кажется. Да, начинает расти, по-моему. Хрена тут поймешь. Двигается максимально медленно. Но главное, чтобы никто не свалил. Блин, а нихрена я прикольный перец. А кто вот этот отапливать будет, вы мне не подскажете? Интересный расклад. Интересный. И как это отапливать? Слушайте, ну, хороший вопрос. Знаете, наверное, единственным здравым ответом я здесь вижу. Это немножечко бар двигать. Да, то есть. И здесь придется трубы поднимать. Да, в принципе, хрен-то с ним поднимем. Это уже не проблема. То есть, давайте мы продумаем. Это как минимум внутри, где будет находиться вот эта штука для обогрева. Я думаю, что она дотягивается достаточно далеко. Ну, относительно далеко. Да, то есть нам нужен теплораспределительный пункт. Он дотягивается до всех зданий сверху, судя по тому, что я вижу. И нам надо разместить его вот так. Да, получается. Я откуда-то оттуда снизу привезу им тепло. Откуда я не представляю, но откуда-то привозить придется. Я же все там охватил. Так, вижу-вижу, соединение есть. Ну, вроде да. Я думаю, что нормальная тема. Давайте тогда здесь организовывать вот эту штуку. Труба пойдет где-то здесь. И получается, что электричество еще надо. Да? Как вам такой раскладик-то? Самое главное я упустил, как всегда. Ну, вот, давай нам трансформатор. И расскажи, докуда дотягиваешься. А, трансформатор дотягивается, в принципе, вон дотуда. Слушайте, ну, по поводу трансформатора. Можно просто приделать его в какое-то место. Блин, мне, походу, придется просто сдвинуть садики, и все получится. Ну, вот у нас трансформатор. Можно будет пустить вот между тротуаром и, соответственно, дорогой, да, и нормальная тема. По-моему, неплохо смотрится. Так и не понял я, что с трамваями, короче. Правильно ли я сделал? Я сделал неправильно. Может быть, надо было делать один путь, да, на самом деле. А может быть, в разные стороны запустим каким-то образом. Не знаю, каким, если честно, я придумываю тут какую-то дичь, которую вообще, наверное, не смогу воплотить в жизнь. Но попробуем, по крайней мере. Че уж нам, почему бы не попробовать? Значит, осталось только вернуть бар куда-то. Ну, получается, что куда-то вот сюда надо его возвращать. Если бы он поместился бы вот здесь, это было бы идеально, потому что эта штука, она достаточно большая. Нет, он сюда не помещается, к сожалению. Здесь он тоже, конечно же, не поместится. В общем, с баром будем думать, я так понимаю, в дальнейшем что делать. Ну, можно где-то здесь, около остановки. То есть, по-хорошему, я так понимаю, что мы можем вот здесь разместить бар, ну, грубо говоря, да. И они приедут на трамвайчики и туда сходят. По-хорошему, должно быть так. Ну, я не знаю, работает ли это. Вообще должно, иначе нахрена это все тогда здесь происходит. Я думаю, что мы подумаем над этим чуть попозже. Будем уже смотреть, как они будут себя вести, потому что все это строить, это еще определенная тема. Здесь, конечно же, я ничего не соединял. Да мы вот эту-то дорогу достроить с вами не можем. О чем уж тут говорить. Ну, в общем, вот такой вот Киров у нас обновленный, да, после того, что здесь было, вы помните. Градообразующее предприятие у нас, соответственно, будет здесь. Наверное, мы не сможем дать им электричество, конечно же, сразу отсюда, поэтому нам понадобится сначала их как-то запитать. Есть подозрение, что будем запитываться от энергии, которая идет у нас продаваться за доллары, то есть вот к этой всей истории. И пока что давать им электричество. Что делать с теплотрассой, я без понятия пока. И если, наверное, мы посмотрим на уголь, то мы ни хрена тут интересного не увидим, да, по факту? Нет, мы увидим. Мы увидим вот здесь гребаный уголь. Прикольно получается. Прикольно. Ну, слушайте, пока не знаю, как это осуществить. Тут, кстати, появилась какая-то еще новая фишка. Я не понял, что она делает пока что. Но я не особо разбирался, если честно. Давайте так напоследок мы посмотрим. Нам, получается, нужен уголь, конечно же. И, пожалуйста, угольная шахта. Ну, вот она. Сюда подвозить отдельно людей, то есть, я не знаю. Но, наверное, это самый адекватный вариант, чем тянуть миллион труп откуда-то оттуда. Тем более забирать мощность, главную мощность у нашего города, который дает нам бабло, да, сейчас. И это и будет неправильно. То есть, проще будет организовать какой-то автобусный маршрут. Автобусный маршрут, откуда я тебе его организую? Ну, короче, придумывать что-то придется. Вот для того, чтобы вот сюда привозить людей в шахту. Соответственно, сюда также ставить вот эту хрень теплоцентраль, от которой уже привезти трубу, в общем. Ну, я думаю, что мысль основную вы поняли, и мы будем примерно такой вариант реализовывать. Ну, а как вы понимаете, серия на этом завершается. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.